Добрый день, НРБК. Региональные новости. Мы вещаем из Аталии Шаратон-Плаза. С вами Маргарита Гафарова. Спрос на квартиры в новостройках Уфы во втором квартале года снизился на 7%. Об этом говорится в исследовании аналитиков Авито-недвижимость. Сокращение спроса также отмечено в 25 городах страны с населением более полумиллиона человек. Существенный спад зафиксировали в Барнауле на 22%. В Санкт-Петербурге и Казани на 18%. В Рязани на 10%. Интерес к жилью в новостройках вырос только в семи городах. В частности, в Москве, Екатеринбурге и Сочи. И вот, по словам экспертов, основная причина снижения спроса на строящееся и только сданное жилье – высокие цены. Его стоимость на 15% больше, чем на вторичку в том же районе. Из-за этого часть покупателей отдает предпочтение второму варианту. Этому способствуют и услуги банков. Первым вышел в Сбербанк со своими субсидиями и делают выкуп ставки. То есть клиент понимает, что он может купить квартиру, условно говоря, за 3 миллиона 400 тысяч рублей, доплатить 500 тысяч за выкуп ставки и получить квартиру за 3 миллиона 900 с выкупом ставки. И ставка у него будет 7-8%. Нежели он пойдет на рынок первичной недвижимости со сроком сдачи через год и купит себе квартиру на первичке за 4-300. Точно так же. По ставке 7,7%. Ряд экономистов прогнозирует, что Центробанк повысит ключевую ставку на заседание Совета директоров в июле, что потянет за собой ипотечные ставки и приведет к снижению спроса на недвижимость. Тем не менее, они отмечают, что еще больший удар по рынку недвижимости нанесла бы отмена льготных ипотечных программ. Ранее глава Банка России Эльвира Анабиулина заявила о необходимости делать их более адресными. Имущество Диртюлинского молочного комбината повторно выставили на торги со скидкой 10%. Начальная максимальная цена лота в 408 миллионов 300 тысяч рублей. На аукцион выставлены две производственные складские площадки в селе Иванаево и Диртюлях. В лот начальной стоимостью 14 миллионов рублей включили главный производственный корпус площадью 7 тысяч квадратов, административно-бытовой корпус на 1100 квадратов, вспомогательный корпус с материальным складом, а также ряд технических помещений. Еще 13 лотов – это автопарк-компания, фургоны, цистерны и автобус стоимостью до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Данное имущество находится в залоге у Россельхозбанка. Отдельным лотом за 2 миллиона предлагаются права требования молокомбината к ряду должников на 580 миллионов рублей. Торги будут идти на понижение. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 10 июля по 22 сентября. Предыдущие торги проходили в конце февраля, но не заинтересовали покупателей. Белорецкий межрайонный суд на 2 месяца арестовал временно исполняющего обязанности главы Межгорьевича Слава Калугина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Напомню, его обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году глава города незаконно выписал на свое имя премию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. При этом решение о премировании принимает городской совет. Ранее по месту работы и жительства подозреваемого провели обыски и изъяли документы, имеющие особое значение для расследования уголовного дела. Вячеславу Калугину грозит до 10 лет колонии. Полиция задержала четверых подозреваемых в разбойном нападении на Уфимский магазин «Электроники». Их нашли в Уфе и Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Двое были исполнителями преступления, третий водителем – еще один бывший сотрудник магазина, который рассказал, где хранятся деньги. 22 апреля мужчины в масках вошли в здание на улице маршала Жукова, распылили газ из спиртцового баллончика сотрудников магазина и, угрожая пистолетом, отобрали ключи от сейфа. Преступники похитили 5 миллионов рублей и 7 мобильных телефонов. Затем скрылись на автомобиле, который ожидал их у входа. Задержанные сообщили, что похищенные разделили между собой и значительную часть потратили. По местам их проживания были проведены обыски, часть денежных средств изъята. Пистолет, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Троих обвиняемых заключили под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Одна из вершин Кавказского хребта будет носить имя народного поэта Башкрутостана Мустая Карима. Гора высотой 3703 метра расположена на территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника в Чигемском районе республики. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Этим документом премьер-министр присвоил имена советских литераторов трем вершинам. Еще два пика назовут в честь кабардинского поэта Алима Кишокова и балкарского поэта Кайсына Кулиева. Высота гор составляет 3582 и 3696 метров соответственно. Инициатива исходила от парламента Кабардино-Балкарии для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны. У меня все к этому часу. Оставайтесь на Рабака.